Посетителю со стажем все эти несомненные шедевры 18-го середины 19-го века знакомы хорошо. Обычно они открывают анфиладу залов второго этажа Величественного дворца эпохи классицизма, в здании которого музей располагается с 1980 года. Это произведение, составившее основу современной коллекции музея, поступали в собрания с 1913 года из разных источников, из частных коллекций, через Государственный музейный фонд, а также при национализации помещичьих усадеб. Начинается экспозиция с портрета Александра Невского. Эта работа подписана, то есть мы знаем имя художника, который создал эту работу. Скорее всего, это крепостной художник Федор Лысов. Рядом два замечательных совершенно портрета, также неизвестного художника. Это женский и мужской портрет дворян рязанских, которые поступили к нам после революции, после национализации помещичьих имений. Удивительно проникновенные образы, выполненные не совсем умелой рукой художника, скорее всего, самоучки, но они удивительно такие теплые, трепетные. Их очень интересно разглядывать и думать о судьбе этих людей. Итак, в этом зале представлены портреты 18 века, но завершает его большое полотно Айвазовского, на фоне которого проходили все новогодние мероприятия минувших праздников. Следующие залы – век 19-й. Это Венецианов, крестьянка с бабочками. Это портреты Василия Андреевича Тропинина. Это работы нашей рязанской художницы Надежды Дубовицкой. Ну и те произведения, которые очень вписываются в круг эпохи классицизма, в круг этих художников, потому что действительно само здание нашего музея – это дворец конца 18-го, начала 19-го века, величественный особняк эпохи классицизма, в котором очень органично существуют и наши шедевры. Коллекция живописи, графики, скульптуры отечественных и западноевропейских художников 16-21 веков. Сложившаяся за 110-летнюю историю существования музея насчитывает более 15 тысяч экспонатов. Не все из них доступны широкому зрителю. И в рамках выставки «Встреча с шедеврами» можно увидеть некоторые произведения, которые большую часть времени хранятся в фондах. Но и те, что постоянно украшают стены музея, в этом обрамлении открываются с новой стороны. До середины февраля выставка доступна к посещению.